По словам работников океанариума, акулята родились здоровыми. Двое из них могут самостоятельно плавать в мини-бассейне. Один пока слабенький, поэтому всё время находится рядом с мамой. Примерно через месяц, когда малыши подрастут, их выпустят в общий бассейн. Там уже сейчас плавают девять рифовых акул и одна нянька. Так называется вид самой доброжелательной в мире акулы, она никогда не нападает на людей. В Сочи трёхметровую няньку привезли из Индийского океана. А недавно в океанариуме появилась и новая услуга. Самым смелым посетителям разрешают встретиться с хищником один на один, ну и с инструктором, разумеется. Желающих пощекотать нервы, кстати, набирается немало, в день по несколько человек. Перед погружением смельчаки проходят обязательный инструктаж и потом в течение получаса плавают в окружении акул и ещё множество других рыб. В спокойном состоянии, лёжа, ничего страшного там не было. Не боюсь. Вот. Не, если плавала, конечно, немножко учистилось дыхание поначалу. Ну, не разрешили погладить. Ну, хотелось, конечно, с такой рыбёхой. Работники океанариума уверяют, плавать в их бассейне совершенно безопасно, если, конечно, соблюдать несколько несложных правил. Но реакция акулы человека при встрече друг с другом всё же может быть непредсказуемой.